Здравствуйте! Вы смотрите «Давича» в студии Ксения Фрик. И вот о чем мы расскажем сегодня. Сколько будем платить за отопление? Как выбирать управляющие компании и подрядчиков для капремонта? Изменения в сфере ЖКХ. Сейчас они будут платить по полной. То есть рост будет замечательный. Проехать перекрестки по всем правилам и оказать первую помощь. Областной конкурс «Безопасное колесо» прошел в Кирове. Главное быть внимательным и соблюдать все правила сигнала, светофора. Пешеходный мост в Ядских полянах рушится. Кто должен решить проблему? Тепло пришло больше, чем в тысячу жилых домов в Кирове. Также батареи стали горячими в 236 учреждениях социальной сферы. Эти цифры озвучили коммунальщики и главе администрации города. Кроме подачи тепла, специалисты теплоснабжающей компании продолжают работу по устранению дефектов на сетях. На данный момент больше 300 домов остаются в городе без горячей воды. И за сегодняшний день ремонтные службы планируют устранить 17 дефектов и дать горячее водоснабжение еще в 132 жилых дома. Не будет проблем с подачей тепла и горячей воды в домах, которые запитаны от новой тепломагистрали на Юго-Западе. Речь идет о трубах, которые пришлось убрать из-под фундамента спорткомплекса Новоровского 100. Объект сейчас находится в стадии строительства. Напомню, здание начали строить прямо на теплотрассе. Тем самым возмутили коммунальщиков. Еще этот спортивный объект запомнился тем, что в мае от ветра у здания рухнула целая стена. Сегодня комиссия городских чиновников решила проверить, насколько безопасен будущий спорткомплекс на данном этапе строительства. И все ли проблемы с трубами решены вовремя. Обо всем по порядку. Наш следующий сюжет. Этот спорткомплекс начали строить в мае прошлого года и почти сразу он стал популярен. Правда, повод был сомнительным. В мае же у строящегося здания рухнула от ветра стена. По счастливой случайности тогда никто не пострадал. После этого стройку взяли под контроль представители администрации. Много факторов послужило по данному случаю. Были проведены проверки. Был выявлен факт, что неправильная часть проекта документации. Все устранили, внесли изменения в проектную документацию. Все находится под контролем государственного строительного надзора. Все замечания исправлены. Сейчас, я думаю, что никаких больше нареканий на несущие ограждающиеся конструкции данного здания не будет. У чиновников нареканий, может, и не будет. А вот у Кировчана садок остался. Я в такой спорткомплекс, конечно, не пойду. Естественно. Ну, наверное, нет. Потому что уже имеет место быть поломка, так сказать, корпуса. Так выразимся. С тем, наверное, бы нет. Не пошел. Я не знаю. Может, сейчас все на самом деле отремонтировали по-хорошему. Но все равно, как бы, желание-то уже... Опасно, конечно, опасно. Нет. Нет? Нет. Честно, нет. А по каким причинам? Ну, мало ли. Мало ли, что-то там не доделали еще. Строили, наверное, на тебя пляп. Не только стена, но и пол этого спорткомплекса стал проблемой. Здания начали строить прямо над теплотрассой. Трубы пришлось срочно переносить, чтобы успеть к отопительному сезону. Правда, и тут заверили ответственное. Проблема практически решена. В жилые дома, которые запитаны от этой магистрали, горячая вода должна поступить к концу недели. А уже на следующей можно будет думать об отоплении. Строительство же самого спорткомплекса продолжается. Открыть его планируют в начале декабря. Екатерина Зобарева, Анна Стефаненкова и Даниил Кочкин. Бюро новостей Дайвича. Ужесточили требования. Сегодня вступают в силу изменения, которые касаются проведения капитального ремонта. Теперь подрядчику, который будет выполнять работы в доме, необходимо внести залог на счет регионального оператора, который равен сумме ремонта. Таким образом, компания должна подтвердить свои финансовые возможности. После выполнения работ деньги вернут обратно. Какие еще изменения в сфере ЖКХ произошли и коснутся кировчан, эксперты рассказали Анастасии Шерстневой. Открыть специальный счет станет проще. Теперь принять решение, что деньги по программе капитального ремонта будут храниться на отдельном счете, а не в общем котле, могут собственники к ворумам в половину голосов. Раньше проголосовать за должны были две трети жильцов. Благодаря этому, считает эксперт в сфере ЖКХ Андрей Воробьев, люди будут охотнее принимать такие решения. Это достаточно большое количество собственников, которые никогда практически не собирались, ни при какой форме, ни при очной, ни при заочной. Наша область как раз выделялась тем, что у нас достаточно было такое низкое количество специальных счетов, порядка 80%. Как пример, у соседей республики Унмуртия у них более 60%. Отопление тоже с этого сентября будет рассчитываться по-новому. Кировчане теперь будут платить по факту, только на протяжении отопительного сезона. Но жильцы, в чьих домах нет приборов учета тепловой энергии, заметят резкое увеличение сумм в квитанциях, так как в этих домах оплата будет начисляться по нормативу. Сейчас они будут платить по полной, то есть рост будет значительный. У нас есть в правилах такая оговорка, что если рост платы на следующий месяц увеличился более чем на 25%, то жильцы могут обратиться в свою управляющую организацию с предоставлением рассрочки, с просьбой предоставить рассрочку. Но зато проблем с так называемыми двойными квитанциями можно будет избежать. При смене управляющей компании прежняя организация должна будет исключить дом из реестра лицензий, а новая, наоборот, его внести. Но были случаи, когда старая компания не убирала дом из реестра и по-прежнему высылала квитанции жильцам. Вот эти споры могут дляться годами, а собственники при этом и жильцы будут страдать. То есть они не смогут уйти от старой компании в новую. И как раз судебная практика эта сложилась таким образом, что нужно ждать именно вот этого момента перехода, когда дом включат в данный реестр. А раньше такого не было. Раньше провели собственники общее собрание, подписали договор с новой управляющей компанией и стали работать. Контролировать исполнение этих условий будут специалисты Государственной жилищной инспекции по Кировской области. Эксперты уверены, что эти изменения на руку кировчанам. Они избавят жильцов от лишних платежек. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Довича. Мост на въезде Вятские поляны разваливается. Точнее, сейчас в ненадлежащем состоянии находится его пешеходная часть. И есть опасность, что в скором времени движение для пешеходов будет перекрыто. Подробнее расскажем дальше. В этом году мосту через реку Оштарма в Вятских полянах исполняется 45 лет. В отличие от женщин, строение второй молодостью похвастаться не может. Пешеходные переходы по бокам, прикрепленные к основной конструкции, к юбилею окончательно пришли в негодность. Из-за дыр в деревянном настиле весной пришлось закрыть одну из сторон. Хотя сам мост цел, показали результаты экспертизы его технического состояния. Мост находится в удовлетворительном состоянии, но рекомендуется ввести ограничения по грузоподъемности 8 тонн и скорости движения 20 км в час. Сохранить знаки приоритета движения для обеспечения снижения интенсивности движения по мосту. Сейчас все рекомендации выполнены, знаки установлены. За ограничением скорости следит полиция. А вот что делать дальше с пешеходной частью, обсудили в кабинете главы города Вятские Поляны все ответственные за безопасность жителей. В ближайшее время будет заказана проектная документация на проведение капитального ремонта пешеходных переходов моста. Подготовлена у нас смета на проект. Примерно она стоит около 100 тысяч. Проект капитального ремонта, который сейчас будет выполнен. Узнаем, сколько нужно денег на это и будем делать. Пока же комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций дала очередные рекомендации. Отделить на проезжей части моста бетонным ограждением зону для движения пешеходов. Ирина Сырцева, Олеся Саламатова, Юрий Щелокаев. Бюро новостей. Давича. Бесплатное обучение для кировских предпринимателей стартует 28 сентября. Это будут курсы повышения квалификации для руководителей малых предприятий и потребительских кооперативов, а также индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств. Продолжительность курса 82 часа, большую часть из которых посвятят практике. Заявки на участие принимаются до 26 сентября по адресу Молодая гвардия 84-1 в кабинете номер 2. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Две управляющие компании в Кирове могут стать банкротами из-за долгов. Об этом сообщил директор кировского филиала «Энергосбыт плюс» Юрий Коромыслов. Он отметил, что в отношении городского жилищного комплекса и компаний «Доверие» уже инициирована процедура банкротства. И добавил, что среди управляющих компаний общий долг на сегодня превышает полтора миллиарда рублей. Более 10 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Кирова. Итоги летнего отдыха и трудовой занятости подростков подвели члены комиссии по делам несовершеннолетних. Работу, отдыху предпочли больше двух тысяч ребят. Они трудились на благоустройстве парков и скверов, прибрежной полосы реки Вятки и берегов пяти малых рек. Также подростки работали на территориях социальных учреждений Кирова, пришкольных участках, освобождали улицы города от несанкционированной рекламы, выполняли мелкий ремонт мебели и школьного инвентаря. За участие в трудовой компании ребята получили официальную зарплату – до 4 тысяч рублей. Сцена на театральной площади должна появиться в начале декабря. Согласно документации, которая появилась на сайте госзакупок, разместили ее специалисты управления культурой администрации города Кирова, сцену должны установить до 5 декабря 2017 года. А максимальная цена установки составляет 5 миллионов 650 тысяч 610 рублей. Источник финансирования – городской бюджет. Напомню, что прежняя сцена «Ракушка» была демонтирована с театральной площади в мае 2016. Сейчас небольшая пауза, и вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Проехать перекрестки по всем правилам и оказать первую помощь – областной конкурс «Безопасное колесо» прошел в Кирове. Помочь нуждающимся акция по сбору вещей стартовала и проходит в Ленинском районе. Участвуют профессионалы и любители турниров по компакт-спортингу прошел в Вятских полянах. Это «Давичи» и мы продолжаем. Автогородок, фигурное вождение и творческое задание. В Кирове сегодня прошел конкурс инспекторов движения «Безопасное колесо». Принять участие приехали школьники со всей области. Как проходили испытания и что ждет победителей – об этом наш сюжет. Проехать перекрестки по всем правилам дорожного движения, припарковаться и точно сориентироваться в дорожной ситуации. Это испытание «Автогородок» участница конкурса «Инспекторов движения «Безопасное колесо» Соня Рылова прошла за три минуты с небольшим. Хотя по условиям конкурса на эту дистанцию каждому участнику отводится пять минут. Своим результатом школьница осталась довольна. Главное – быть внимательным и соблюдать все правила сигнала светофора. Фигурное вождение велосипеда – еще один этап конкурса. Одним из первых его прошел участник из села Бобина Слободского района Денис Каковихин. Здесь нужно было проехать змейкой, преодолеть препятствия и развернуться в гараже. С испытанием Денис справился успешно и надеется, что его результат поможет всей команде. «Нас определили как самых умных в школе. И вот нас взяли и мы приехали побеждать». А вместе с Денисом и его командой за победой приехали еще 44 отряда юных инспекторов из разных уголков Кирова и области. Кроме автогородка и фигурного вождения, участники показали свои творческие номера, а также сдали экзамены на знание правил дорожного движения и на умение оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП. Все эти навыки, отмечают организаторы конкурса, обязательно пригодятся детям и в обычной жизни. К сожалению, в этом году на территории Кировской области наблюдается небольшой рост детского дорожно-транспортного травматизма. На сегодняшний день в автомобильных авариях пострадало более 100 детей, 4 ребенка погибли. Из них практически каждое второе ДТП произошло с участием пешеходов. В 16 случаях пострадали дети-велосипедисты. Для того, чтобы научить детей вести себя на дороге, проводится ежегодно этот конкурс. Продлится он один день. И по итогам судьи выберут двух лучших участников – мальчика и девочку, а также определят команду победителя, которая представит Кировскую область на безопасном колесе всероссийского масштаба. Этот конкурс пройдет уже в следующем году. Надежда Шабалина, Елена Шарыгина, Николай Шихарбеев. Бюро новостей Довича. В тепле и сытости так должен переживать зиму каждый человек. В этом уверены организаторы акции «Добрые вещи». Она стартовала в нашем городе на днях. Организаторы призывают всех желающих передавать в дар одежду и обувь, а также продукты питания, которые долго хранятся. Например, макароны и консервы. Затем все это будет отправлено в дом малютки, центр реабилитации для несовершеннолетних «Вятушка», а также в центр по оказанию помощи для лиц без определенного места жительства. Отмечу, акция проходит в Ленинском районе города Кирова. Вещи принимаются сразу в шести центрах местной активности. Их адреса вы сейчас видите на своем экране. Неравнодушных граждан ждут со вторника по четверг с 15 до 18 часов. «Хотелось бы отметить, вернее даже людей попросить о том, чтобы они уважительно отнеслись к тем вещам, которые они приносят, уважительно отнеслись к людям, которые будут носить эти вещи, чтобы вещи были в хорошем состоянии, самое главное чистые, нерванные. И, собственно говоря, люди действительно нуждаются в этих вещах, поэтому, пожалуйста, приходите». Это не просто стрельба, а спортивно-охотничье. Межрегиональный турнир по компакт-спортингу прошел в «Вятских полянах». Эти соревнования проводятся не на обычной площадке, а на максимально приближенной к условиям охоты. Здесь может быть сымитирован полет птиц или бег зверя. О том, как прошел 15-й по счету турнир по компакт-спортингу, наш следующий сюжет. Зиля Батыршина – единственная представительница прекрасного пола на соревнованиях по компакт-спортингу в «Вятских полянах». Однако девушка не просто уверенно держит ружье, но и является лучшей юниоркой в своем виде спорта. «Я занимаюсь видом как скит, это круглый стенд, а спортинг я занимаюсь только чисто для себя. Я не планировала ездить на соревнования. Сама начала стрелять в декабре 2014 году, и теперь стреляю еще и в спортинг». На эти соревнования Зиля приехала из Татарстана, и этот 15-й турнир по компакт-спортингу собрал также участников из Удмуртии, Мариэллы, Кировской области. Всего их здесь более 40. Это команды профессиональных спортсменов и охотников-любителей. «Здесь люди, те, которые вносят свой вклад в развитие страны, работают и находят время для вот такого хорошего увлечения спортом. Я за такой спорт вообще, за любительский». Участники соревнований на разных площадках. Профессионалам нужно было выбить 100 мишеней, а охотникам наполовину меньше. Организаторы отмечают – мастерство участников растет с каждым годом. «Сегодняшние результаты об этом свидетельствуют. Набрать в командном этапе 91 из 100 – это очень много стоит. И этих успехов у нас добился сегодня Алексеев Юрий Владимирович, представитель команды Сабантуи, поселка Богатая Сабы, Республика Татарстан». Юрий Алексеев стал чемпионом турнира. В командном зачете в победители вырвалась команда Сабантуи, Республики Татарстан. На втором месте участники из Мариэл, а третьи завоевали хозяева турнира – команда из Вязких Полян. Следующее соревнование по компакт-спортингу планируется проводить в 16-й раз также на площадке Вязких Полян. Организаторы надеются, что мероприятие соберет еще большее количество участников. Таким был этот четверг, 21 сентября, глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск бюро новостей «Дайвичи» появится на сайте девятка.рум. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию «Дайвичи» по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ксения Фрик. Всего доброго и до свидания.